Всем привет! Постоянные зрители моего канала знают, что последние 7 лет я играю только в королевские битвы. Этот жанр мне нравится с момента выхода PUBG, но, как и всё в этой жизни, людям приедается. Можно, конечно, подушнить за гедонистическую адаптацию, но мы тут в игре играем. Ребят, перед тем, как продолжим небольшое отступление, хочу посоветовать вам Fast Shop. В этом магазине вы можете приобрести разную внутриигровую атрибутику, и в том числе донатные поинты для Modern Warfare 3 и Warzone по очень вкусным ценам. Со всем ассортиментом товаров, а также с огромным количеством положительных отзывов, довольных клиентов вы можете ознакомиться в их Discord-канале. Оформить любую покупку вы также можете именно там. Ну а все необходимые ссылки на них вы найдете в описании. И вообще, это обзор в стиле новичок из Таркова зашел в Breakout Arena и поднял там почти 25 уровень аккаунта. А так как за всё время я видел выше меня только китайцы 30 уровня, будем считать, что я первый в мире 25 уровень, который подняли честно, без миска рис и кошка-жена. Так вот о чём я. Королевская битва — это диаметрально противоположный игровой экспириенс, если сравнивать его с экстракшн-шутерами, среди которых самое высокое место пищевой цепи занимает, конечно, побег из Таркова. Ну или занимал. Были, конечно, всратые поделки типа Hazard Zone в Battlefield 2042, которые вообще не поняли, в чём смысл режима. Был ДМЗ в Warzone 2, который настолько упростил геймплей, что он лишился главной своей механики, а именно внутриигровой экономики. Тарков был и будет. Но, судя по всему, ему придётся подвинуться. Ведь вслед за Breakout Arena, которую кличут именно казуальным Тарковым, виднеется ещё и Delta Force, которая является ещё более казуальной версией Таркова. И для сравнения, разница между Тарковым и Ареной, ну, для меня, новичка, который купил издание за 5К, а поиграл от силы часов 10, это а, удобная карта, удобная система квестов, быстрый подбор матча, ход кей медицины, которая пусть не совсем корректна, но работает. Так вот, а в Delta Force на всё вышеперечисленное добавят хит-маркеры попаданий, киллфит, которого сейчас нет, и ты можешь только гадать, убил ты врага или нет, система воскрешения тиммейтов и состояния нока и реза, потом упразднили механику магазинов для оружия, если в Тарковой арене ты должен, как в жизни там, заглянуть в магазин, примерно сказать, сколько там осталось патронов, потом всё это дозарядить. Вот в Delta Force ты будешь чётко знать, сколько у тебя патронов, а систему магазинов вообще упразднили. Просто таскай патроны в кармане, и они будут автоматически заряжаться при перезарядке. И даже это не всё. При обыске тел одновременно начинается обыск разгрузки, рюкзака, карманов, а время исследования вдвое короче. Есть только два минуса у Delta Force. Карта в сеттинге арабских стран и дурацкий скилл у персонажей. Как по мне, это кринжуха. Но почему бы и нет, ведь Delta Force планируется не только на ПК, но и на консоли в кроссплейном режиме. Но, что-то мы далеко и слишком много говорим о будущем убийце-убийце Таркова. Сегодня реалии таковы. На фоне скандала с новой версии игры, стримеры Таркова релацировались в Arena Breakout. И с кайфом, судя по всему, проводят время. Если честно, их мнение наиболее ярко отражает тот факт, что игра сделана достойно, и стоит каждой копейки своей цены. Ах да, она же бесплатная. Ну как бесплатная? Сейчас доступ вы можете получить, отвалив на фанпэй несколько тысяч рублей, но на релизе игра будет абсолютно бесплатной. Что уже является одним из гвоздей в крышку гроба Таркова. Второй очевидный гвоздь – это казуальность. Не сочтите, конечно, меня казуалом, но Тарков оттолкнул меня именно своей вот этой нарочитой серьезностью. Никакой тебе карты, квесты берешь, не понимаешь, как их делать, потому что, опять же, карты нет. А проводить десятки часов на таможне, или как там называется эта карта для новичков, и заучивать локацию, у меня лично никаких сил не хватает. А карта не одна, их там с десяток, из-за чего Тарков благополучно удаляется с диска и устанавливается обратно только пару раз, когда этот самый Тарков у меня заказывают на стрим-шейхе. Так вот в арене ничего подобного нет. Все с точностью, да наоборот. Нас приветствует карта на привычную буковку М, на карте есть метки, у ваших тиммейтов есть метки, ваши тиммейты могут показывать, куда хотят идти, на карте отмечены точки квестов и прочие удобства. Мне это напоминает ситуацию с Морвиндом и Обливионом. Ценители блуждать по локациям в поисках квест-гивера или задания говнились на Тест-4, мол, казуально. Но по моему мнению, сегодня при таком обилии игр-сервисов разработчик не должен бросать меня в гулом поле с палкой и мыслю, что мне тут делать. Важен баланс, и в арене этот баланс соблюли. Геймплейно арена никак не отличается от Таркова. Стрельба идентична, механика хилы идентична, менеджмент ресурсов идентичен. Эти игры настолько идентичны, что у них есть одинаковые куски кода. Ну, это по словам датамайнеров. Однако, все не так просто, ведь Escape from Tarkov работает на движке Unity и написан на языке программирования C-Sharp. Arena Breakout Infinite работает на движке Unreal Engine и написан на языке программирования C++. Хочу отметить, как разработчик на Unreal Engine, что движок не поддерживает C-Sharp, как Unity не поддерживает C++. На самом деле, я просто скопировал это с новости. Но слушайте дальше. Выше я писал о том, что обе игры написаны на совершенно разных движках, которые никак не поддерживают совместные языки программирования. Unreal Engine не равен C-Sharp, Unity не равен C++. Это как русский и английский. Да, похожи некоторые слова, похожи символы. Но применение и синтаксис у них совсем разные, из-за чего просто взять код на C-Sharp и перенести его на C++ у вас не получится. Весь этот код придется переписывать абсолютно с нуля. Это то же самое, как взять английский текст и перевести его на русский, вообще не используя правила. Из-за чего возникает ощущение, что это происки Никиты Буянова, который таким образом пытается повлиять на хайп вокруг игры конкурента. Но мы продолжаем про игру. На карте и квестах удобство не заканчивается. В игре удобный и работающий магазин внутриигровых вещей за внутриигровую валюту. Точно так же удобно собирать пушки. У вас есть кнопочка Gunsmith, в котором можно собрать пушку так, как ты и хочешь, нажав пару буквально кнопок. И у тебя появляется собранная пушка, после чего тебе предложат сохранить пресет этой пушки, если вдруг первую ты потеряешь. Мало того, если у тебя в схроне уже есть недостающие детали, то система не будет их покупать, а просто поставит на пушку, а тех, кто нет, докупит. После того, как вы собираете ствол, вы легко можете опробовать его в тире, где можно включить бесконечные патроны и потренироваться стрелять с него. Насколько я знаю, тир есть и в Таркове, но там надо строить. Люди, которые обычно меня смотрят, скажут, что в сравнении с Warzone игра крайне медленная и скучная. Ну, во-первых, я уже старый, мне 33 года через 3 дня. А во-вторых, не скучная, а своеобразная. Некорректно сравнивать аркадный шутан с экстракшн-шутером. Да, и там, и там надо стрелять. Но, как говорится, есть нюанс. Я вижу в побеге из арены геймплей, который настолько отличается от того, чем я занимаюсь последние 7 лет, что мне становится интересно играть. А я, как вам скажут завсегдаты и стримов, уже давно играю через силу. Скорее, от нечего делать, чем из любопытства. Так как выгорание не обошло меня стороной. А вот брейкаут-арена как будто лечит от этого. Будучи казуальной копией Таркова, она вызывает именно те эмоции, которые хотелось бы получить, но не моглось получить от Таркова. А хочется ходить по карте, делать квесты, лутаться. Обязательно опасаясь того, что с тебя снимут все, что ты нашел, раньше, чем ты успеешь сказать голова-глаза. Кажется, что концепция проста как палка. Есть лут, который нужен, чтобы купить шмот. Который нужен, чтобы найти путь. Который нужен, чтобы купить шмот. Интерес от игрового процесса я могу сравнить, разве что, не знаю, с мой РПГ. Когда ты качаешься, где-то у тебя у себя на спотике, защищаешь его от таких же, как ты, и пока качаешь, там выбиваешь монеты. Но бам, и тебе выпадает крутая шмотка. Да, она тебе не нужна, но ее можно продать, а потом купить апгрейд уже для себя. И вот на этом чувстве строится весь геймплей. Ты идешь в рейд, чтобы найти вещи, которые тебе не особо нужны, но их можно продать. Но по пути тебя могут убить, и ты потеряешь больше, чем мог заработать. Лудомания в чистом виде. Ты радуешься тому, что нашел редкий предмет, ведь он стоит там, не знаю, 70 тысяч. А зная, что у тебя еще и шмота надета на 500, ты думаешь, хм, как сыграть так, чтобы выйти в плюс? Из-за чего и кемперы тут уже не кемперы, а просто, ну, терпеливые игроки. Я принял факт того, что здесь можно потерять весь надетый шмот, и играть от этого хочется еще больше. Это, не знаю, мои личные чувства, как новичка в мире экстракшн-шутеров. Что же касается оптимизации, тут вопрос открытый. На моей сборке с i9-12800 и 3080, в 2К, с Fidelity, стабильные 150 на ферме и 120 в долине, на средних настройках. Однако в бета-тест вообще не пускают людей с картой ниже 2060, из-за чего я вообще играю в арену, так как дал мне ее зритель, у которого карта казалась ниже требуемой. Так что вопрос оптимизации оставим на открытый бета-тест, который, как утверждают игроки в мобильную версию, может пройти очень скоро, так как мобильная версия сначала провела закрытый тест, потом открытый, и затем вайб, и все очень быстро, очень в сжатые сроки, и потом уже релиз. Тут я очень надеюсь, что игру не буду тянуть до конца года, где выходит и новая колда, и вердан свернут в Warzone. Мое мнение весьма и весьма радужное. Оно пока не омрачнено читерами, какими-то игровыми проблемами, но судя по стримам Тарковчан, большинство поддерживает мою точку зрения. Игра сделана достойно, и она будет бесплатной, что открывает простор для монетизации. Вот тут вот наши китайские коллеги не всегда адекватны. Однако уже сейчас можно заметить, что примерно будет там в боевом пропуске или чем-то подобном. Шмотки среднего уровня, жилеты, каски третьего уровня защиты, какие-то дешевые пушки типа калашей, ключницы, так называемые трусы или воровской карман, в котором гарантированно можно вынести вещь на 4 слота. Судя по всему, монетизация не будет выходить за рамки Никиты Буяновской с его гениальными плюшками за издание ценой в 300 баксов. Если же вам интересна аренка, подписывайтесь, ставьте лайк, приходите на стримы. Пока идет ЗБТ, мы точно будем играть. А дальше уже видно будет.